143. Про любовь. Опять. Любовь это не то, когда любят тебя. Любовь это когда ты любишь сам. Сама. Потому что у нас нет органа чувств, который может воспринять чужую любовь. Есть только действия другого человека. Слова, поступки. Подарки. Подарки. Стимуляция эрогенных зон и даже пенетрация. Ну и тому подобное. Которые наш мозг складывает в мозаику. Известную нам по книгам, фильмам, рассказам очевидцев под общим названием любовь. Да, она меня любит. Конечно же. Он же на мне женится. Значит любит. Мы можем чувствовать только собственную любовь. Когда любим мы. У нас учащается пульс. Активно повышается эстроген у женщин. И тестостерон у мужчин. Адреналин и окситоцин. И объект нашей любви очень хочется обнять. Поцеловать. Слиться в одно целое. А вот если любви нет. Собственной. То тогда и начинается поиски того. Кто будет любить нас. И проверка. А любит ли. Насколько сильно и глубоко. Попробуйте надеть маску клоуна. И походить в ней целый день. Вы увидите как все люди. Даже близкие. Которые вас знают очень хорошо. Изменят свое отношение к вам. Ну а большинство будет относиться к вам как к клоуну. О чем этот эксперимент говорит. Вы поймете и сами. Если его проделаете. Покуда мне не верите. Ну а тем кому лень. Рассказываю. Люди видят вас не такими. Как вы себе. Сами себя представляете. А такими какими они вас видят. Своими глазами. Если что-то им напоминает в вашем облике клоуна. То будет клоун. Если слесаря. Будет слесарь. Если проститутки. Будет проститутка. И совсем не важно. Профессор вы на самом деле. Или нет. Депутат. Или водитель трамвая. Кем видят в силу своих предпочтений. И жизненного опыта. Таким вы для них и станете. Ну во всяком случае. Да. Увы. И хоть треснете. Ничего не изменить. Ну конечно. Они притворятся. Что узнают вас. Лучше. И видят. Что-то еще увидят. Но то первое впечатление. Которое. Рождено. Их способность принимать новое. Не изменится. Таким вы и останетесь. Как это применять? Не парьтесь. Какая нахрен разница. Что они там себе напридумывали. Вам то какое дело до этого. Вам важно должно быть то, что вы от этого получаете. В виде впечатлений, ну и благ, удовольствия, опыта, знаний и тому подобное. Представьте себе, что на них на всех маски без глаз, рта и носа. Отличая это только прической. Но это уже не страшно. Ведь правда же? Да. Продолжение следует.